Итак, здравствуйте дорогие друзья! С вами на связи снова Алекс Кидель И сегодня хочу рассказать вам То есть не хочу провести небольшой урок По поводу настройки Персонажа для анимации Конечно все это будет на пальцах Но все же сам алгоритм И постановку вы узнаете Вот на вашем экране сейчас Вы видите стандартная модель девушки Вот моделька такая Достаточно низко полигональная Девушка в спортивном костюмчике Она стоит в позе Т Так называемой Это самая удобная поза для настройки Персонажа для анимации Для создания скелета и так далее Сейчас переходим к следующей картинке Вы видите перед собой Уже готовый скелет Раньше нам приходилось Делать скелет с помощью бонуса С помощью костей Систему костей мы делали Мучились, настраивали эти кости Чтобы они не выворачивались Использовали обратную кинематику И так далее Сейчас все стало гораздо проще Сейчас можно сделать скелет Сразу же готовый С помощью вот инструмента бипид Мы делаем сразу готовый скелет Причем мы можем выбрать Это будет женский скелет Или мужской скелет Или может быть классический Просто скелетон И далее смотрите Вот вы видите сейчас скелет Вот я его создаю снизу И доверху До самой головы девушки Я создаю То есть по высоте скелет должен быть Ровно с человеческим ростом С ростом нашей девушки И дальше мы его настраиваем То есть настройка скелета Это и есть ригинг Настройка скелета Что у нас две руки А не три Две ноги На каждой руке по пять пальчиков Что у нас хвоста нету И одна голова И так далее Это ригингом называется То есть здесь Вот в этих параметрах Мы настраиваем Сколько у нас пальчиков будет Сколько у нас хвостиков будет И так далее И так далее Все это дело настраиваем После того как мы это все настроили Сделали Идем дальше Мы настраиваем сам скелет Что значит настраиваем То же самое Ригинг у нас продолжается То есть обратите внимание У нас на прошлой картинке Видно да Плечи выше чем надо Руки короткие Если их поднять То они окажутся где то здесь Ноги тоже стоят Ну как то непонятно как То есть вот это все еще надо настраивать И ригинг продолжается Значит для удобства Я рекомендую саму модельку Вот девушки например Сделать прозрачной Тогда мы сможем видеть Как у нас располагается Внутри ее скелет Для этого правой кнопкой на модель нажимаем Object Properties выбираем И ставим галочку на Sweet Roach Вот самая верхняя вот эта Девушка у нас становится прозрачной И мы видим как скелет в ней ложится внутри Далее смотрите Переходим во вкладку Motion Вот вкладка Motion У нас есть сверху И как ни странно Вот эта вкладка как раз отвечает За настройку скелета То есть здесь мы именно настраиваем И далее нажимаем на модификацию скелета Вот на эту кнопочку нажимаем И мы имеем возможность После нажатия этой кнопки Мы имеем возможность Редактировать наш скелет как попало То есть мы можем поднимать Опускать кости Масштабировать их можем Мы даже можем кость перевести В Editable Poly И ее по точкам отмасштабировать Даже такое возможно То есть растягивать, вытягивать, дотягивать и так далее Шевелить вот в этой вот С нажатой этой кнопкой Мы настраиваем скелет Причем не забывайте Что скелет настраивать Не только во фронтальном виде Но и на виде слева То есть наш скелет должен быть Полностью внутри нашей модели Полностью Все-все-все Все внутри нашей модельки должно быть Далее следующий Следующий этап нашей работы Это скининг То есть мы начинаем Что такое скининг? Скин Скин это кожа Мы натягиваем кожу на скелет В данном случае кожа у нас является вот эта девушка модель девушки для этого мы применяем к этой модели модификатор скин все очень просто и далее нажимаем как и наук на какие кости в общем то натянуть нашу модель нажимаем на кнопочку add и выбираем все кости бипеда полностью доедины все вот вы видите как эти кости выглядят в режиме редактирования вот мы выбрали в принципе мы только что натянули нашу девушку на скелет но после шевеления то есть мы можем уже все после этого мы можем шевелить наш бипед шевелить кости и девушка начнет вот так вот шевелиться но вы видите какие ужасные трансформации с ней происходит почему потому что далее начинается процесс скинга то есть надо настраивать еще и кожу настраивать кожу чтобы она была правильно натянута на скелет то есть выстраивается весы вершин так называемая какая вершинка какой кости принадлежит насколько и так далее то есть вот это все настраивается в принципе если по-быстрому все настроить то результат до настраивать вот можно в скин заходим выделяем инвей лоб то есть режим редактирования и вот так вот каждую кость выделяем и может быть увеличиваем там уменьшает это очень самый простой элементарный способ быстренько все вот эти вот гадости закрасить как-то да вот таким способом в принципе настраиваем это все дело и в общем нас и дальше следующий конечно этап это в общем спрятать наш скелет я вот на предыдущем одной из предыдущих картинок даже выделял обратите внимание вот есть точка в на скелете это называется . терминатором терминатор . основная центральная . скелета нажав на нее два раза мы выделяем весь скелет чтобы нам не надо было выделять каждую кость отдельно прятать ее ли тоже делать невидимой как-нибудь да нам достаточно нажать два раза на терминатор и у нас выделяется весь скелет который мы можем автоматически после этого сделать например невидимым или захайтить или еще что-нибудь сделать неважно что чтобы чтобы его не было видно и все вот в принципе после того как все сделали вот у нас девушка более-менее не могу сказать что здесь правильные ригинг и скиннинг все конечно на пальцах но в принципе я все это сделал за полминуты то есть я думаю что немножечко потренировавшись у вас получится результат даже получше если вы поаккуратно все сделать то есть конечно нога вот так вот не должна выворачиваться как будто она поломана и здесь от руки так не гнутся это тоже так не бывает это плохо это надо исправлять это плохой скиннинг такое бывает только в плохих играх где некачественно поработали ребята там моделлер или аниматор в зависимости от того кто там делал скиннинг вот но в принципе в принципе целом если вы все проделаете все эти операции которые сейчас быстро описал то вы сможете в общем ну анимировать худо-бедно анимировать персонаж для тех кто хочет все это все это вот все полностью узнать поподробнее напоминаю что 8 сентября у нас начнется бесплатный тренинг вы можете на страничке тренинга зарегистрироваться и вам придет приглашение на каст вот 8 8 сентября в 9 часов вечера начнем очень интересный тренинг вот так что если хотите узнать как вообще и настраивать и анимировать персонажи то конечно же записывайтесь не пропускайте такую такую полезную возможность буду рад с вами пообщаться прямом эфире так что записывайтесь очень будет интересно до встречи счастливо пока да Продолжение следует...